Лето в этом году выдалось одновременно жарким и очень дождливым, благоприятным условием для роста сорняков и полыни. Сейчас у нее начался сезон цветения, а аллергики по всему городу начали бить тревогу. Ирина живет в Октябрьском районе. Почти 30 лет она борется с аллергией на полынь, которая уже перешла в хроническую астму. Каждое лето она ставит уколы и пьет антигистаминные. Однако они не спасают от весьма неприятных симптомов. Самое тяжелое, когда начинается отек легких, отек гортани, полностью лица, когда невозможно говорить, дышать. Там только скорая. Села микрик, я чувствую, мне стало плохо. Пошел полный отек. Говорить я уже не могла. Знаками стала показывать, что вызывайте скорую. Скорая приехала быстро, и вот они начали меня откачивать там. По словам Ирины, в Улан-Удэ от полыни практически не избавляются. На улице Жердева полынь уже ростом с человека. Женщина уверена, работа с сорняками велась бы усерднее, если бы люди знали, насколько опасна аллергия. Если бы у них была такая тяжелая аллергия, как, допустим, у меня или у их близких, я думаю, они бы за этим сидели более совестно, так тщательно все это убирали. Полынь – это просто тяжело. Для нас даже это смертельно. Летальный исход, ну, это будет как бы совсем такой экзотический случай. Но вполне возможно, если, допустим, у пациента есть уже заболевание такое, как бронхиальная астма, если пациент, который не принимает базисную терапию, может быть такие серьезные симптомы удушья при не оказании помощи, вплоть до астматического статуса. Могут быть такие проявления, но это, конечно, редко. За прошлый год только к Дударе Богдановне обратилось 2000 пациентов с аллергией на полынь и сорные травы. Мы связались с администрацией Октябрьского района, чтобы они разъяснили ситуацию по поводу выкашивания смертельного сорняка. В этом году на кошение травостоя выделено около 5 миллионов рублей. На территорию вблизи автозаправки БРК и 14-го корпуса Взгуту по улице Жердева будет произведен выезд для включения список кошения. Повторно трава будет коситься, только если она будет выше 30 сантиметров. Однако аллергики смотрятся слезами на глазах не только на Октябрьский район. В соцсетях АТВ вы, наши зрители, указали адреса, где полынь растет и процветает. Вдоль набережной возле СИЗО куча полыни. Просто интересно, чей участок? Хорошо, у нас нет еще борщевика. Вот это еще та зараза. Микрорайон Вакжаново. Первый участок. Выше человека, вдоль дороги. Люди выскакивают прямо из заросли и на проезжую часть дороги. Гвардейская 1. В горку вверх все в полыне. Горная 1 и 1А. Данные работы в поселке Солдатский микрорайон Вакжаново, а также вблизи набережной. Запланированы на август. Работы будут проводиться при благоприятных погодных условиях. В эти дни в связи с дождливой погодой работы были приостановлены. Работы будут выполнены до 15 августа текущего года. Подрядной организацией было произведено кошение по улице Гвардейская, в том числе 1А, и вблизи же до суда в конце июля 2023 года. Кошение травостоя вблизи дома номер 1 и 1А по улице Горная осуществляется управляющей организацией. В текущем сезоне наблюдается высокоинтенсивный рост растительности, в том числе травянистой. Всего в трех районах Улан-Удэ работают около 30 косарей, которые выкашивают от 8 тысяч квадратных метров травы в день. Однако из-за природных особенностей нашего региона полностью от полыни не избавиться. Я стараюсь, если у меня такая болезнь, тяжелая болезнь, просто ее принять. Если ты начнешь ее как-то отвергать, отталкивать, это будет тяжело. А те люди, которые спокойно могут пройти, это, конечно, здорово. Чтобы облегчить симптомы аллергиков, мы вместе с врачом-аллергологом подготовили для вас памятку о том, как уменьшить контакт с пыльцой растений. Ищите ее в наших соцсетях. И не забудьте проконсультироваться со специалистами. Александр Гостев, Жаргал Эрденеев, телекомпания АТВ.